Всем привет! С вами Юра Кураж, и несмотря на всё, что происходит на работе, а именно жуткий аврал дедлайн, мы всё-таки сегодня продолжим проходить баннер сагу. Этот обезон будет небольшим, совсем коротким, но всё-таки он будет. Это очень важно. Что ж, я совсем забыл. Да. Слова у нас свободной нет, поэтому делать нечего, отправляемся в бой. А, Лудина мы самостоятельно вырубили в прошлый раз. Что-то мне теперь кажется, что это была, наверное, не самая лучшая идея. Ну, ничего не попишешь. То сделано, то сделано. Да, как-то так расставим наших персонажей. И будем надеяться, всё же кто-нибудь попытается фокусить Могра, а не Урсо. Ха. Ну, я надеялся, что в ближнем бою ему доставаться не будет, но так что-то не получается. О, Мерси не жалко. Мерси вообще ни капли не жалко. А, вот этот товарищ ходит в следующем, поэтому мы сразу ему влепим. Что есть мочи? Хорошо-то как. А, скотина. Хм. Ну, ладно. А, Гональф, пожалуй, снимет броню. Ну, и на мой вкус, конечно, здесь слишком много вот этих товарищей-метателей-пойми-чего. Там курса мы можем подвести вот сюда. И вот так вот кинуть огонечек. Такой вот симметричный ответ врагам. Ну, и еще мне, естественно, не очень нравится то, что... То, что разбивают броню дядюшке. Как оно? Ну, да ничего, дядюшка Хакан большой. Каперт. Он либо взорвется на вот этой штуке. А, хотя вот та курса под удар не попадет. Ага. Но искусственный интеллект подводит. О, отличненько. А вот теперь старина Хакан может со всей дури врезать. Ну, и ладно. Мерси потеряет 1 хп. Но зато сможет изобразить отличную вертушку. В общем-то, это вертушка стоила того. Ха. И Гональф. Гональф просто... Гональф просто ударит. Ну, что ж, она попадет, я верю. Представьте себе. Ау. Ну, а здесь начинается мясорубка. Ого-го. И шансы на то, чтобы выжить, у дядюшки Могра резко пропали. Вернее, у Хакана. Ну, а раз он умирает, то давайте умрем с песней. Живучий, однако. Вот этого чувака мы все-таки добьем. Не-не-не, не урагайном ни в коем разе. Просто добьем. Ау. Э, дядюшка Хакан пал. Благо есть полностью здоровый Гональф. О. 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 Ну, и урса тоже неплохо заживает. Ах, хитрый. Так. Ну, вот этого товарища мы прибьем. Да что Грис заслуживает повышения. А здесь... Берси заюзает свою вертушечку. И выраженно начинает вызывать подмогу. Естественно, следующий будет ходить не кто иной, как Гональф. Хм. Ну. Допустим, насколько далеко эта сволота может пройти. Кстати, очень интересно, поскольку... А, поскольку мы его оставили последним, он вызвал подмогу, но они ходят совершенно крайними. Теперь Грис добьет вот этого дядьку. А, ну и Берси. Максимально ранит. Вызванную подмогу. Ха. А он все еще пытается дать побольше... Шансов старику Грису. И здесь никаких догонялок нет. Мы просто... Просто убили врагов. Уничтожив первую волну драгов, вы останавливаетесь и оглядываете поле боя. Вашим воинам улыбается удача. К счастью, их достаточно для осуществления плана. Драги приходят в ярость, но быстро рассеиваются. Кажется, теперь вы можете безопасно оторваться от них. Мы почти вырвались из этого кошмара. Что делать? Эм, давайте не оставим в живых ни одного драга. Бежать от драгов? Только не после всего пережитого. Вы удваиваете свои усилия. Хотя они как один полягут на этом поле. Что-то я это нажал не подумав. Ну, допустим, Грис. Допустим, мы его повысим. И, допустим, мы его повысим броню и силу. А способность у него... Ну, да ладно. Давайте пробовать. Ну, кстати, это выглядит плюс-минус как не столь сложный бой. Дядюшка Могр, конечно, ранен. Но... Но, в целом, я думаю, прорвемся. Ага. А, у Хакона есть запас. И сразу большому дядьке мы влипим. Ну, а основную силу здесь будет проявлять... Наверное, Гональф. Да, давайте поможем сверху товарищу. Как оно? На, Гональф. Здесь уже будет героем битвы. Ау. Так. Наши перспективы. Ага. Ну, что ж. Если мы его четко подожжем, он в любом случае наступит в огонек. Правильно? Там, я думаю, разберутся. Стоит... Хотя... Да, разберутся. Стоит помочь сверху. А, опять взрывалка. Как же они встают этими штуками? Ну, этого товарища мы стратежно ранили. И... Старина... Хакон... Оу. Никакого ни конца хода. Он добивает вот этого. Ну, не добивает, а крепко ранит. Оп. Нам ломают немножко брони. Ну, в целом, мы тоже можем ломать броню. Ай-яй-яй. Вот как не вовремя, да? Ну, ничего. Эм... Черт возьми. Ничего не понятно в подсказках. Ну, допустим. Так. Тетушка Урса. А тетушка Урса может встать вот тут. И кинуть вот этому товарищу горелочку. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Нет-нет-нет. Ну, хоть так. Здесь мы, пожалуй, обождем этот взрывчик. Или его не будет. О. Кажется, я только что своему снял броню. Что, кстати, не исключено. Так. Они пытаются сбить броню Гональфу. Ну, а здесь как-то по-партизански действует Хакан. Один просто в огромном количестве врагов. И ура-ура, Берси может крутануться. Ау. Не, они все-таки взорвались. Сволочи. Так. Кого добить в следующем? Этот опасности не представляет. Вот этот дядька. Не нравится он мне. Ну, с одним Хаппо пусть бегает. И гады принялись за Урсу. Иногда гады принимаются за Урсу. А иногда Урса принимается за гадов. И мне должно немножко повезти. Так. О. Котаж. Давайте вот этого протараним. Слушайте, Могр держится. Это поразительно, но он держится. Так. Трина Хакан. И следующая вражина. Понятно. А, вот она. Так. Так. Ну. Судьба решила за нас. Будем бить вот этого дядьку. О. Он пытается взорвать. Хитрая скотина. Ну. Благо здесь пока крутится гриз. А вот Гональфа придется отойти, иначе он взорвется. Чертям. А без Гональфа здесь будет плохо. Хитрая скотина. Ау. Так. Ну вот этот товарищ. Садим хп, может бегать сколько угодно. Мне сейчас хочется большому дядьке снять броню. Чтобы на следующий ход его добить, а он не вызвал подмогу. Последнее, что нам здесь нужно, это подмога. Вот этого товарища тоже ослабим до конца. Старина Могр будет спасаться. Лишние потери нам, честно говоря, ни к чему. Ну, а вот этого мы добьем. Как уж и быть. Так. Ну, и еще одна вертушечка. Расставит все точки над И. Или. Или мы будем хитрее. А мы будем хитрее. Просто добьем большого дядьку. Так. А он этот взрыв должен был их повредить. Но почему-то решил этого не делать. Старинагональ вкрутанется. И остались совершенные подранки. Которых можно смело добивать. Что ж. Если во втором бою мы никого не потеряем. Могр. 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 Давайте отдадим его. Все же Грису. Шикардос. Первый бой вышел не очень. Зато второй. Второй прям за всю хурму. На этом мы покинули Риджхорн. Как видите сверху уже ничего нет. Это значит, что глава плавно подходит к концу. Ну, по-моему, мы должны были встретить еще одного персонажа. Настроение ухудшилось. Причем очень сильно, судя по всему. Акан, подойди ко мне на минутку. Хочу показать тебе кое-что интересное. Встречающую делегацию Гров Кайма с бачками бедовухи. Это, пожалуй, единственное, что я бы хотел увидеть. К сожалению, нет. Кач из Риджхорна очнулся. Говорит, что его зовут Эйвент. Звучит как имя Ткача. Как он? Нехорошо. Где мы? За пару дней пути от Гров Хайма. Мы нашли тебя в башне Риджхорна. Что ты там делал? Гров Хайм? Нет. Нет, нет, нам не туда. Юнона, где она? Где женщина, которая была со мной? Она погибла, друг мой. Мы взяли с собой только живых. Нет, мы должны вернуться. Не думаю. Мы едва выбрались две недели назад. Ты знаешь, что драги делали в Риджхорне? Драги? Мы должны вернуться. Там сейчас кладбище, юноша. Мне очень жаль Эйвент. Женщина была мертва, когда мы пришли. Нам надо сообщить ерунду, что происходит. И готовиться к кровавой войне. Поэтому, если ты... Она мертва, я не смог ее спасти. Я не смог ее спасти. Внезапно Эйвент выглядит истощенным. Он соскальзывает на землю, и вы делаете варлам знак посадить его на повозку. Я надеялся услышать другое. Не знаю, на что я надеялся. Идем, Убин. Чем скорее мы доберемся до Гров Хэма, тем лучше. И, казалось бы, вот оно спасение. Ужас проникает в сердце, когда ты подходишь к Гров Хэму. Никто из нас не ожидал увидеть город невредимым. Но то, что мы видим, заставляет меня потерять даже до речи. А Гров Хэм, черт возьми, выглядит как замок Инферна. И с третьих героев, да. По-другому это не описать. Глава 4. Иначе им не вернуться домой. На этом мы оставляем караван Акана и Убина уруру у горящих руин Гров Хэма. И снова возвращаемся к Рукуса-товарищи. Да. И, как вы помните, Рука мы в прошлый раз оставили внутри города. Что я говорил тебе, Рук? У этого человека слегка сумасшедший вид. Он стоит за цепочкой из десяти мужчин, указывая топором в вашем направлении. Экел, ты сукин сын. Помнишь, что я сказал? Тщательно подумай о том, чего ты хочешь. Вот твоя плата. Экел уходит, оставив вас наедине с его головорезами. Какое чертово предательство. Но разберемся с Экелом мы уже на следующей неделе. И я надеюсь, там уже будут менее сумбурные, так сказать, эпизоды. А пока спасибо всем, кто посмотрел этот короткий эпизодик. И до встречи в следующий раз. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok